Привет, ты смотришь Тойстер! Давайте сегодня немного расслабим мозги и распакуем наборчик технологов. Вот такие вот солдатики у меня. Это набор номер 12, Киберпанк он называется. И здесь реально такие брутальные чуваки, потому что смотрите-ка. Во-первых, здесь есть... Так, сейчас я посмотрю. Киберкоманда Вараны. Такие парни в киберкостюмах, они... Я даже не знаю, на кого похожи. Далее, вот такие вот чуваки. Бригада Некрас. Ковбои, Некроны какие-то. И, конечно же, вот такой отряд Кечуа. Это вооруженные до зубов индейцы. Вы на них взгляните. Особенно вот этот парень, он просто горд собой. В общем, произошла такая оказия небольшая. Все дело в том, что, смотрите, вот перед вами наборчик номер 12, Киберпанк. Да, армия солдатиков 12. И вот, еще один набор солдатиков 12, армия Киберпанк. Так, все дело в том, что я случайно купил два набора. Но поскольку вот этот мне приехал из Озона очень мятым, я подумал, что его я открою, а второй пока оставлю запакованным. Не то, чтобы мне очень сильно нужны запакованные наборы технолог, но раз уж так случилось, глупо открывать красивую аккуратную коробку и оставлять мятую. Как вы считаете? Напишите в комментариях. Ну, а я же пока распаковываю. Здесь у нас, как всегда, будет три орудия, три отряда и их армлисты. Так, что-то коробочка из-за того, что замялась, очень... А, она открывается не из-за того, что замялась, а из-за того, что заклеена скотчиком с обеих сторон, да ведь? И вот они. А, еще же здесь и укрытие есть. Ну, насчет укрытия, я думаю, вы все и так прекрасно знаете. Вот такие вот горы. Одинаковые абсолютно. Раз, два и три. Но, в принципе, для игры они подходят, поэтому почему бы нет. Дальше у нас отряды и орудия. Ну, давайте орудия, что ли, соберу. И заодно посмотрим характеристики и прочее. Главное, пружинки не растерять. Обычно я все пружинки теряю, потом мучаюсь, не могу все это дело нормально привести в порядок. Итак, пушки собраны. Давненько мы с вами их не видели. Это такая ирония, если что. Ну, давайте на всякий случай проверим, работают они или нет. Во-первых, бульдог. Не Харламов, но все равно стреляет. Далее катапульта. Так, не катапульта, а ракетомет первым делом. Ух ты, нифига себе он мощный. Аж ракета улетела куда-то, не пойми куда. Вряд ли найду. И этот, как его, катапульта Клоп. Почему она так называется, я не знаю. Но работает нормально. Почти попал в коробочку. Короче, пушки хорошие, к пушкам вопросов у меня нет. Разве что хотелось бы, чтобы все же подобные наборы клали хотя бы Гром. Пушку одну. То есть, бульдог, Гром и, например, Клопа клали. Тогда было бы нормально. За одну сторону мог бы участвовать Гром, потому что у него защитная панель есть. А за другую Клоп и Бульдог. Ну, в общем, типа того. Окей, погнали. Итак, артефакты. Первый артефакт это бригада Некрос, мертвая рука. В общем, в конце хода вы бросаете кубик. И если выпадает один, воин противника внезапно погибает. Нифига себе, довольно жестко. Кстати, я помню этот артефакт, но, по-моему, он не у них был, а у кого-то других. Далее. Кечуа. Священный Туми. Защищает индейцев от выстрелов. Ни одного воина отряда Кечуа нельзя уничтожить виртуальным выстрелом. Прикольно. Жалко, что нереальным. И Варана. Священный Глаз. Когда артефакт активирован, броня бойцов, кибер-монады Вараны увеличиваются на плюс один. Ну, тоже неплохо, довольно полезно. Особенно, если бой без физического оружия. Далее у нас армлистики, армлистушки. Так, вот такие вот некрасы. Блин, кого-то они мне напоминают, где-то я их уже видел. 290 цена. Довольно... О-о-о, слушайте, они довольно классно бегают, плюс семь у них. Стрельба, ну, стрельба средненькая. Броня один. Рукопашный бой. Не самый мощный, но нормальный. Так, Вараны. Кибер-монады Вараны. Больно бьют... А, нет. Так, подождите. Да, больно бьют рукопашку. Неплохо так защищены. И могут пушкой пользоваться. Тоже хорошо. И последний это Кечуа. Ну, в рукопашку средненькие. Катапульты зато могут пользоваться. Стрелять могут только трое. Это грустненько. И брони еще нет. Вот именно поэтому им и нужен защитный артефакт. Осталось посмотреть только отряды. Ну, давайте с самого незащищенного отряда начнем. Вот с этих парней с Кечуа. С Кечуа. Начнем с Кечупа. Разумеется, фигурки здесь из твердого пластика. И что довольно хорошо. Так, вот у них предводитель. Такой гордый дядечка с ножом и болтером. Ну, разумеется, у такого пластика детализация огонь. А, у него еще и сзади какой-то баллон висит. Интересно, для чего. Далее парочка, давайте-ка, вот этих вот щитоносцев-индейцев с топориками. Возможно, это даже братва. То есть, они братья или друзья близкие. Поэтому, видите, у них одинаковое вооружение. У обоих щиты. И даже прически у них одинаковые. И повязки тоже. Хотя вот этот, по-моему, топором за повязку зацепился. И сейчас ее сорвет случайно. Самый брутальный, прям такие рэмбы из этого отряда. Вот такой вот парень с огромным автоматом. И весь обвешанный патронами. Прикиньте, как он ходит, звенит. Его даже за километр услышишь. И в засаде он точно спрятаться не сможет. Ну и последний чел, которому не досталось оружие дальнего боя. Точнее, достался, но просто лук. Причем лук без тетивы. Поэтому он вот такой вот. У него, кстати, лицо довольно грустное. На фоне всех остальных. Так. Дальше у нас некроз. Некрон. Блин. Кого же они мне напоминают? То ли кого-то из бронепехоты. То ли еще кого-то. Фиг знает. Короче. Некроны. Это все-таки киберскелеты. Смотрите-ка. Вот такой парень, который держит почему-то автомат кверх ногами как будто. Но на самом деле он просто такой. И ножичек. Зачем ножичек, честно говоря, не знаю. Но смотрятся они как именно такие кибер-ковбой-нежить. Очень классно. Далее. Парочка легко вооруженных ребяток вот такие. С пистолетами и ближним боем. Очень похоже на челов, на киберпехоту из бронепехоты. И еще парочка. Один с пулеметом. Или с огнеметом. Другой просто такой в плащике и с катаной. Куда ты себя катану-то вставить пытаешься? Непонятно совсем. Ну ладно. Прикольный отряд. Я его раньше, кстати, не видел. Довольно интересно. Последний это отряд вараны. Вараны у нас уже были в одном из наборчиков. Не в наборе солдатиков, а именно что в наборе с крепостью. Поэтому их быстренько прям посмотрим. Но в данном случае они ничем не отличаются, кроме детализации от предыдущих. Поэтому парочка вот таких парней. Конечно, в нераскрашенном виде они смотрятся чуточку хуже. Но все равно весьма неплохо. Брутальненькие такие, ребята. Вот такой вот. Чем-то напоминает, кстати, вот этот парень игрушки из 80-х даже. Не то, что из 90-х, которыми является Битву Фэнтези, а из 80-х. Возможно, кстати, с чего-то такого это и было скопировано. Вот такой вот с тяжелой пушенцией. Блин, какие у них длинные ноги и какие маленькие торсики. И, собственно, вот такой, который говорит, типа, «А, я не знаю, что мне делать, что такое руками разводит, что?» Блин, он такой растерянный. В общем, вот такая вот распаковочка. Некоторые отряды, некоторые солдатиков мы отсюда уже с вами видели. Некоторые я лично видел даже впервые. Поэтому особо застрять внимание на всем, что есть в этом наборе, я не стал. Но, тем не менее, если вдруг у вас кого-то из этих отрядов нет, то вполне возможно стоит купить этот набор, потому что по качеству, по исполнению, по наполнению он вполне хороший. Вы, как всегда, получаете три хороших отряда игровых, получаете армлисты к ним, артефакты, оружие и даже немного укрытий. По сути, добавить сюда правила и кубик, и это уже полноценный игровой набор. Кстати, странно, почему технолог этого не делают. Было бы здорово, если бы сюда еще кубик и правила положили. Это всего-навсего один маленький кусочек пластика и одна бумажечка, даже не цветная. И можно было бы этим играть. Но, как видите, это именно что набор расширения. На этом, пожалуй, я рассказал о наборе все. Лайк поставьте, если хотите больше технолога, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик. Конечно же, напишите комментарий, без этого никуда прям мы не двинемся, не сможем. Ну и на этом уже точно все. Вы смотрели канал Тойстер и очередной обзорчик технолога. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok